Кайрлокын кормят кормлендер добрый день уважаемые зрители сегодня 20 мая 2023 год казырмен ахсенгир деген аулдан шақпар жатырман осы та жолмен курты деген сухоймасына пара жатырман сейчас еду сторону куртинского водохранилище по данной трассе не знаю как она точно называется это получается не основная дорога по которой обычно ездят только что почистил лобовое стекло и вот какая-то букашка пролетела сейчас на улице уже три часа дня плюс 26 градусов жары еду в населенный пункт когдала который находится рядом с аул махсенгир жамбыл аудана алматы облысы справа просто обычная земля пустая не сказать что здесь какие-то есть поля может быть просто обычные пастбища здесь пасут скот есть вот такие горы на картах не нашел никаких обозначений как они называются дорога здесь местами разбито есть ямы есть неровности такие прям очень неприятные с левой стороны бараны пасутся здесь уже дорога получше такое ощущение что местами сделали ремонт даже можно сказать что полностью поменяли всю дорогу а местами остались дырки вот смотрите на подъезде в сторону когдала есть вот такое вот предприятие большое хозяйство есть вот такие живописные места все также вдоль трассы тянется газ но к сожалению данные аулы не подключены газу так уже подъезжаем потихоньку а вот и направление на когдала аула также есть автобусная остановка знак пешеходного перехода на автобусной остановке вот эти ребята ждут свой автобус тем временем мы поворачиваем сторону аула на въезде в аул сделали вот такую новую арку видно что вот прям недавно там даже кажется цемент еще высыхает ну или может уже высох вот так же высадили с молодые саженцы деревьев вдоль дороги есть вот такой мост и вдали вижу школу и что интересно данная школа мне напоминает школу в населенном пункте в рыбай бей который находится в житсу область а панфиловский район я все тогда удивлялся что там очень классная школа такая современная и вот тоже сейчас за очень рад что строят вот такие красивые современные школы по мне так выглядит довольно современно по старым данным здесь в ауле проживает примерно 400 500 человек новых данных пока что нет также в википедии есть пометка что данную школу построили в 2022 году и до этого здесь в ауле школы не было и многим ученикам приходилось ездить в соседние аулы и теперь есть вот такая школа есть игровая площадка есть футбольное поле баскетбольное поле а вот смотрите кельба лару колок все же видимо здесь была раньше школа маленькая может быть для начальных классов и также вон там за этой маленькой школы есть местная мечеть я ее даже не заметил когда заезжали так предлагаю прокатиться по данной улице аул у нас небольшой если даже здесь сейчас проживает 500 человек как бы аул будет поменьше чем предыдущие аулы в которых мы были здесь вот центральная улица асфальтированная дорожного освещения в этой стороне не вижу и здесь в целом асфальт заканчивается да и вроде дорога тоже заканчивается предлагаю развернуться и вернуться обратно мектив жакка кайтай википедиаде жазып қойпты осы мектеп 2022 жылы салынлған екен осында жаңадан жаңа современные мектептер салатын бопты а теперь давайте прокатимся на другую сторону аула здесь рядом со школы конечно тоже есть асфальтированная дорога там дальше есть водонапорная башня но предлагаю прокатиться по главной улице Казахстан-Кушасейкин улица Казахстан так еще одна улица была тоже асфальтированная сейчас прокатимся наверное по всем улицам так как здесь улиц буквально три штуки я так понимаю ну три или четыре также где-то здесь в ауле должна быть местная амбулатория здесь заканчивается асфальтированная дорога и дорога уходит вон в ту сторону там в конце аула видимо раньше были коровники сейчас выглядят разрушенными возвращаюсь обратно предлагаю заехать вот на эту улицу она тоже асфальтированная в карман кушается кушаться Прикольно, что вот в предыдущем ауле там дети в основном все катались на велосипедах и играли в ассо. А здесь ребята поливают друг друга водой, стреляются водой там из бутылок и из чего возможно еще. Вот, на улице здесь 26 градусов жары. И здесь вот тоже асфальтированная дорога заканчивается и там дальше можно увидеть вот эти старые коровники. Ух ты, там вдали, на камеру конечно не передать и не увидеть, но там прям такой красный ковер огромный просто. Не знаю что там такого посадили, могут ли это быть маки интересно. Ну просто нереально огромный ковер прям такой, вся земля красная. Так, посмотрел в той стороне по картам, показываю что там какие-то посевные поля. то есть что-то такое выращивают, что прям красного цвета. Даже не знаю что это может быть. Сейчас просто сезон маков и я предполагаю что это может быть там просто маки растут. Да, для меня это конечно останется загадкой. Если вы знаете или вы как бы из этого аула, если вы поделитесь что такое там такое красное огромное, то было бы здорово. Сейчас пытаюсь вернуться по другой улице, которая проходит рядом со школой и давайте заглянем в местную мечеть. Ребята вон на осликах скачут, соревнуются кто быстрее. Здесь видимо раньше был какой-то дом. Жбек жёлку сейчас. Газа в ауле нет. Здесь вот есть отдельный заезд в сторону мечети. Рядом находится вот такая вышка. Газа в оногоприятия. Там есть обычная цепь. Здесь идет о больших тусовую об этой земли. Здесь можно какой-то оставить в violate с гайтерами, здесь можно какую-то Рябить? здесь есть эта цепка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...